Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, с интересом и любовью, потому как с 8 до 10 в этой студии в программе «Живые» появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседу беседуем, ну и музыку их замечательную слушаем. Коллектив сегодняшний представлять, как-то я на этой неделе периодически так и начинаю эфир, представлять особо не нужно, знаете вы прекрасно их песни, их песни очень хорошо идут в хит-порядке на своем радио, соответственно лайкаете вы за них сами, значит любите, а это говорит о многом. Есть у нас добрая традиция, сложившаяся уже достаточно давно, сначала песня, в некотором смысле музыкальная заявка для тех, кто может быть по каким-то странным для меня причинам еще не знает, что за песни у этого замечательного коллектива. Сначала песня, понятное дело, потом мы уже начинаем разговоры разговаривать. Ну что, если готовы, а я на это сильно надеюсь, что уже готовы, то можно было бы что-нибудь бы спеть бы, уже бы поехали. Мы медленно заводимся, но потом быстро поедем. Погнали. 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 Ой, не жди Ой, не жди Помощь не близко, солнце так низко Только не спи, стихи Только не спи Зерая птица в тучах кружится Крик ее голос стал в одночасье Пой же, не бой мою грусть твоей счастья Крик ее голос стал в одночасье Пой же, не бой мою грустное счастье Что там с тобою, мой друг непутевый Чертит крылами Аминь, аминь Что там с тобою, мой друг непутевый Чертит крылами Аминь 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 Больше не пой моё грустное счастье Крики я голод, залват на счастье Больше не пой моё грустное счастье Что мы с тобою, что мы с тобою, что мы с тобою Больше мне боль, моё грустное счастье 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 И всё, и до конца программы, в общем, не отпустят, я уверяю вас Группа Афинаш здесь сегодня Сказать, что наши любимцы, обидеть других Но, будем честными, одна из тех групп, которых мы здесь всегда ждём И песен от них ждём, и любим их Потому как делают они очень, на мой взгляд, интересную музыку И музыку уникальную, ни на что не похожую Сразу, прежде чем я с вами познакомлю аудиторию Буквально парочка, хотел сказать, сообщения Вот, например, от Сергея Пантюшина Весь эфир буду слушать и плакать Не обращайте на меня внимания Но душу рвёт Прям чайной ложечкой Медленно и смачно Вот человек предупредил, что плакать будет Поэтому нам нужно уже быть к этому привычными И не обращать на это Спасибо Не обращайте на это внимания Что с ремешочком? Даже не знаю, заболел Заболел ремешочком Главное, чтобы с гитарой всё было в порядке А вот здесь Андрей Хукарев пишет Вот что Не в обиду Эму и Сергеичу Но я думаю, что особенной группу делают Александры Ну уж не знаю, как Вам самим, наверное, решать Действительно ли так Эм Калинин Ну то есть Михаил Давайте так уж Если по паспорту Это гитара и вокал Привет Привет Нормально с гитарой всё? Я не знаю Ну пока разбираюсь с гитарой Я с ребят остальные Буду представлять тогда Парни, ну вы помните, что нужно Хотя бы раз за эфир подойти Вот к этому большому эфирному микрофону И поздороваться с народом Чтобы вас Вас услышали Раз уж что заговорили мы об Александрах Тогда Евдокимов Александр Тромбон, перкуссия, вокал Привет Здравствуйте Ещё один Александр Это криковец Баян и вокал Привет Привет Ну и Шеляев Сергей Бас, перкуссия, вокал Привет, привет Поют они все Замечательно это делают Надо сказать Ну и в итоге Тот результат, который вы слышите сегодня Это результат их работы Над новым альбомом И собственно говоря Этот альбом сегодня мы И по большому счёту И презентуем здесь Русские песни После словия Но уверен, что Что-нибудь из старенького Вы сегодня обязательно исполните Вот например Без кошечек Отпускать вас было бы Грешно На мой взгляд Сегодня Ну есть такое ощущение Что это было бы странно Если бы они ушли после эфира И не спели кошечек Например Может быть ещё какие-нибудь заявки появятся Как вы сегодня строите свою программу Только новая Или всё-таки пойдём И немножко похитаем Мы решили исполнить Мы решили исполнить Новую программу И спеть Синглы Которые не звучали В эфире Своего радио Ну можно сказать Новое Да вообще всё новое То есть То, что я сейчас сказал Ты просто не услышал Видимо А я настраивался Как раз Ага Понятно Хорошо Я повторю Даже с той же интонацией Было бы странно Если бы сегодня Афинаш ушёл Из эфира И не исполнил кошечек Например У нас будет странный эфир Да Может быть пара кошечек Привяжется к нам После эфира Выйдём с ними Так Погоди секундочку Я ещё раз повторяю Было бы очень странным На мой взгляд И с моей точки зрения С точки зрения аудитории Если бы сегодня В эфире не прозвучали бы Кошечки Действительно странный Эфир То есть мы можем Не начинать эфир тогда Кошечек не будем Как я понимаю Ну В трек листе Я их не вижу Честно говоря Вот это зря Вот это зря Вы не понимаете Своего счастья на самом деле Потому что на эту песню Я уверен Реакция была бы Совершенно сумасшедшая Даже те люди Которые Может быть По каким-то причинам Не очень знают Что такое афина Эту песню точно знают Зря Вы подумайте Братцы Ещё есть некоторое время Так что подумайте На предмет того Чтобы всё же Её сегодня Исполнить Но по-любому Русские песни Послесловие Тот альбом Который мы сегодня презентуем Скоро в эфире Я сообщаю Заранее появится Премьера Одна из песен Как раз из этого альбома В следующем Да В следующем потоке В следующем пули Премьера Эта песня появится Она уже отложена Она уже заготовлена Ну и сегодня Наверняка Она тоже прозвучит Мы на неё Потом можем Указать отдельно Хотя с другой стороны Я люблю такие игры А попробуйте угадать Собственно говоря Какая из песен Сегодня представлена Кошечки уже были В премьерах Так вот Какая из песен Появится в премьерах Кто-то угадает А вы собой альбом привезли Понятно Этого в трек-листе не было Ясно В общем дарить нечего Ну ладно Просто так Для себя Попробуйте угадать Какая из песен Будет в ближайшее время В премьерах 4647 Это короткий номер Для ваших смс 4647 Сначала свои Пробельчика А дальше всё Что хотели бы Сказать коллективу Это могут быть и вопросы И эмоции И впечатления В общем Делитесь всем Что есть На душе у вас В данный момент И в общем Собственно Что рождает эта музыка В ваших сердцах Можете об этом тоже Рассказывать Группа То бишь официальное сообщество Своего радио ВКонтакте Там всё просто достаточно Фотография давно уже выложена То есть анонс С фотографией И в тексте анонса Группа Афинаш Выделена синим Значит активная ссылка Кликая на которую Вы оказываете В сообществе А там собственно Вся информация Про альбом есть И про концерты ваши Ну я сейчас говорю О группе естественно Но и о ближайших Каких-то их турах Поездках Всё там Имеет место быть Так что Вступайте в ряды Этого сообщества И будете получать информацию В первую очередь Чаты Один из них На сайте Своего радио Своерадио.фм Там всё предельно просто Увидите слово Из трёх букв В чат Пишите пожалуйста Мы оттуда тоже Что-либо Выбираем Выискиваем Когда там что-то Интересное есть Можно видеть Всё что в этой студии Происходит На сайте тоже Обратите внимание Сверху есть плеер Длинненький такой В нём онлайн Всегда когда я говорю Что можно видеть Все музыканты В этой студии Начинают махать камерам Онлайн аудио Слева Это чтобы слушать Онлайн видео С синим кружочком Это чтобы смотреть Кликаете на кружочек И вот вам счастье Планета.ру Замечательная Краудфайдинговая платформа Представляет нам Возможность видеть Всё что в этой студии Творится Там картинка И чат Также можно в этом чате Что-либо писать Как называлась Первая песня Которую спели Песня называлась Птица счастья На альбоме В альбомной версии Она звучит Совместно с Бронемиром Её записали А следующая Какая будет А следующая песня Называется Май Ну что Давайте не откладывать В долгий ящик Давайте к весне Сразу Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Афинэш Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живой Живой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И славу принесла именно эта песня А дальше она могла делать все, что угодно Вот абсолютно все, что угодно Ее так и так уже принимали Но, на мой взгляд, и кошечки песня Вряд ли не типичная метафора Если рассматривать песню как прямой посыл Тогда да, действительно, что там кошечки А если смотреть на эту историю метафорично То эти кошечки вовсе не кошечки Там есть такие подтексты Которые нужно еще попытаться и научиться рассматривать Максим пишет вот что Афинаш, когда антибанально Надрывное рвет душу на клочки От того вызывает зависимость И весьма неоднозначные мысли в голове Музыкальное послевкусие Со сложным букетом горечи Легкого привкуса хорошего табака И крепких дружеских засиделок Вот напишет, не посидел Засиделок за полночь Вкусный и качественный Рекомендуется подавать в долгую дорогу И к ночным автотрассам Употреблять до рассвета По скриптуму В общем, соответствует заявленному названию Ощущает душу от гадостей и прошедшего дня По-моему, мощно написано Да, по-моему, мощно написано Очень точное попадание Как мне кажется Ну, ладно Все эти замечательные выплески А это эмоции Мы без них никак не обходимся Естественно, все это попадает в эфир Только потому, что Музыкантам, я думаю, интересно узнавать Что у них думает публика Но вот скажите, братцы, все Если кто хочет первым Ну, может быть, ты сам ответишь на этот вопрос Важно ли вам вообще, что о вас думает публика? Да, конечно А если она думает хорошо То вас это устраивает Думают плохо Вы переживаете Да, сразу по ID вычисляем И, ну, вы понимаете Они пускай переживают Я так понимаю В общем, очень правильный подход Ну, а если всерьез Ты обращаешь внимание вообще На критику На какие-то всплески, скажем, негатива Которые, может быть, проявляются от аудитории? Ну, мы стараемся Меньше обращать внимание На всплески негатива Как правило, это просто какой-то интернет-троллинг Ну, то есть, я почему спрашиваю Я тут недавно нашел Замечательный совершенно способ Попытаться внушить людям То, о чем я говорю не один год На предмет критики Да, что такое критика И вообще нужна ли она И как это все делать Так вот, я, например Может быть, по пальцам даже Можно пересчитать те случаи Когда я был доволен тем Как критикуют слушающий Когда человек делает правильный заход Говоря, ребята, вы замечательные Музыка у вас хорошая Но, вы знаете, вот И дальше пошел уже разбор полетов Это всегда приятно А когда человек пишет Да что за говно? Ты ему говоришь Ну, ты дурак, что ли? Нет, это критика, это мое мнение Хочется сказать прямым текстом Но понятно, что в эфире Этого сделать невозможно Поэтому приходится в переписке Ну, так читается проще И понимается легче Вот ты как на такие вещи реагируешь? Открываю браузер Так Ну, пойти, я уже понял, да Смотрю Пойди вернуй Смотрю негативное сообщение И сразу удалять быстро То есть ты не оставляешь негатив? Нет, у себя в личке нет Не оставляю Ну, личка ладно Личка это твое личное пространство А скажем, в сообществе коллектива? Мы недавно в сообществе коллектива ввели правила Так, давай Что там только конструктивная критика может быть А что такое? Вот расскажи мне Что, по-твоему, конструктивная критика? Ну, без оскорблений Не, ну хорошо Хоть так Да, а еще что? Вы все и достаточно То есть, если нет оскорблений То это уже конструктивно? Ну, более-менее Ну, хорошо Давайте на этом и сойдемся Если вы критикуете То как минимум не хамите Это очень большая И важная, на самом деле, задача человека Вообще, на мой взгляд Критика должна делать Того, кого критикуют лучше Ну, то есть, человек, который критикует Он должен стараться сделать все возможное Чтобы помочь тому, кого критикуют А не обгадить его с ног до головы Особенно этим грешат Ну, мягко скажем Неудачливые музыканты Когда слышат другую группу Немножко завидуют И начинают, типа Лить всякие помои Да, давай, дорогой Интересно то, что Когда мы опубликовали Свод правил Мы тем самым Как будто бы даже подогрели То, что было там в группе Ну, моменты какие-то негативные И тогда на тех, кто изливает свой негатив Пошел негатив тех, кто не хочет видеть этот негатив И там такой клубок просто завертелся Ну, то есть, я думаю Что просто люди пока обдумывают правила Вот так немножко сумбур А вы наблюдаете со стороны То есть, вы не вмешиваетесь Вот так вот Стрелка Кто кого Кто кого Ну, тоже хорошая Вообще, у нас на самом деле Интересная позиция Спровоцировать и сидеть тихонечко И наблюдать со стороны Что, кто кого в конце концов победит-то Я просто Уже не к музыкантам обращаюсь К аудитории Еще раз очень большая просьба Реплики типа Хватит разговаривать Давайте петь Банятся сразу Не важно при этом Со смайликами эти реплики Либо это было всерьез сказано Друзья мои Да вы должны уже были привыкнуть Мы это дело давно уже продвигаем в массы Программа идет своим чередом Вот сколько песен надо Столько и будет спета Каким образом мы это все развиваем Не имеет значения Если вам надоело, что мы сейчас разговариваем Ну, чаечку себе заварите На какое-то время Попейте Выдохните Услышите песню Сделайте громче Не надо давать рекомендации Как музыкантам Так и ведущим Никакой радиостанции Дело даже не в своем радио То есть каждый занимается своим делом Илья Ершов Обожаю Афинаш Слушаю больше года Спасибо огромное за ваше творчество Новый альбом «Огонь» Вот эта вот фраза «Огонь» всегда смущала Сколько смысла может быть в одном Абсолютно понятном и простом Огонь Вот я сейчас Я вам комплимент делаю сейчас Братцы, альбом «Огонь» Ты сказал мне спасибо Спасибо Выводы делайте сами Что в этом альбоме вообще Какой хороший он или плохой А может я имел в виду Что такое дерьмо, что огонь Ну кто его знает Ну надеемся, что Илья в данном случае хвалит Значит Слушаю больше года Спасибо огромное за ваше творчество Новый альбом «Огонь» Очень нравится игра басиста Также у вас очень атмосферные Спасибо Да на здоровье Очень атмосферные эмоциональные концерты На следующий в Питере обязательно приду Давай о концертах сразу Раз тему затронули Когда? Где? Сергей нам расскажет Давай уж Начал, говори Завтра Ты ты что? В пятницу Ух ты, как сложилось Убе «Рокхаус» Презентуем мы Да, естественно в Москве Презентуем мы альбом Вот этот новый русский песен Послесловие Вот Ну и вообще будет помимо русских песен Большая программа Мы ее засекали Она реально здоровая На репетиции И даже одна французская Есть даже, да Там будет одна даже не русская песня Вот Ну и потом После Москвы Мы едем в Вологду В это воскресенье 7 февраля В Вологде Тоже играем Вот эту вот Презентационную Большую Мощную Разнообразную программу Где? Это все будет в культурном В центре культуры Красный угол Вот Ну там в Алакжане все Я думаю Это место знают Замечательное название Для центра культуры А, да Красный угол Если кто не помнит Красный угол Обычно место для иконы в доме Минск У нас же еще Ну а Вологда Это же как бы Северная Афина Да звучит Что сегодня в красном углу В красном углу Афинаш Ставь семечку И да И вперед И 5-го 5-го марта Все это еще ожидает Город Минск Ага Да Это все будет в Клубе Beer and Wine Угу И тоже будет здорово Я уверен абсолютно Еще раз сейчас подчеркни Особенно выдели Пожалуйста Раз концерт ближайший Завтра Во сколько Еще раз и где А Очень много было вопросов Во встрече Типа там Так все таки в 6 или 8 Ребят Двери открываются В 6-6.30 в клуб А двери в зал Открываются в 8 То бишь В клуб Вы можете прийти Купить мерч Мы Очень надеемся Что нам завтра Приедут компакт-диски В шикарнейшем Просто оформлении Вот будут Футболочки БЦ-шные Плакаты То есть Можно будет пообщаться Что-то купить Как-то провести время И в 8 часов Двери в зал откроются И уже Должна начаться музыка Серженька Прости мне Мою дремучесть С удовольствием Футболочки БЦ-шные Это что? Это 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 Мишин проект Быдлоцикл БЦ сокращенно Ах вот чем Да Ему привезли Несколько штук Эксклюзивно Ну с Быдлоциклом Мы знакомы Да Ну просто что Я как-то не связал Одно с другим Это футболочки Быдлоцикла будут Да С чебуреками С соком Это нормально Сок томатный? Нет Грушовый Да блин Как же с чебуреками Это Грушовый С чебуреками Томатный Это же классика Классика чья? Классика это как раз Чебурек и помидорковый сок Ты чего? Нет Грушовый Опять Афинаш Опять у них все через Давайте пить Что это будет дальше? Песня называется Пиджачок Кстати замечательная вещь Как всегда Живой звук прогроживает Напомню Здесь сегодня Афинаш Презентация альбома Русские песни Послесловие А вы кстати думаете Какая из песен Признаться не признаться Ладно Какая из песен будет В ближайшее время В премьерах От Афинажа Поехали Микрофон Их всего два Сена-солома Правый для вокала Старый пиджачишка В нем как влитой Уже не дую Наколодец с водой Привет я твой Старый добрый молодой Привет я твой Старый добрый молодой Зеленый Пресный омут От слез соленых От слез Пробежавших По маминам щекам Сколько лет прошло Сбился Не до счета Покзал Шумели Удели пароходы Успеться Успеться Какие твои годы Успеться Успеться Я не спешу Кем-то пиджачок Так бережно Подшить С той поры И до сих пор В полу Сбегаюсь С горы И снова лезу В гору Вдалеке мой дом Маленький виднец Но в дом Не спешу Успеться 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 Песня Да поется Лишь не отклеится Нужно Найдется Город хочет Плакать Взгляд Смеется Успеться Успеться Песня Да поется Лишь не отклеится Нужно Найдется Старый пиджачок Так хочу Как в дурачок Успеться Успеться Песня Да поется Лишь не отклеится Успеется, успеется, песня допоется, Лишь не отклеится. Успеется, успеется, песня допоется, Лишь не отклеится. Ужная найдется, город хочет плакать, Взгляд смеется. Успеется, успеется, песня допоется, Лишь не отклеится. Ужная найдется, старый пижачок. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, весь альбом, на самом деле, уникальный, на мой взгляд. Уникальность Афинажа, она по определению, сама по себе существует, никуда от этого не деться. Удивительный альбом. Удивительный, потому что чем дальше, тем больше, ну, опять слушая музыку. Какой по счету этот альбом получается? Ну, это третий лонгплей наш. То есть, русские песни, мы считаем первую вот эту часть как бы как единый альбом, хотя мы его разбивали на две части. И мне как-то, как это сказать, по ощущениям приятнее думать теперь, что это трилогия. Как бы, ну, из-за того, что мы разбивали, но вообще это как бы, как это, диптих, получается, или как-то идеология. Так вот, с каждым альбомом ощущение погружения в мрачную, но при этом почему-то очень теплую среду увеличивается. И, кстати, возможно, тут вопрос был задан, кому пришла идея спеть вместе с Бронемиром, а я взял, да и написал мне. Я, конечно, пошутил с одной стороны, но с другой стороны, в кошечках, я, помните, говорил, да, братцы, вот тут вот вместе, вот в этом месте, где дом, никому. Говорю, Бронемир бы лег, ну, просто идеальный. После этого я узнаю, что они записали песню как раз с Бронемиром. Поэтому я, может быть, не скромно, но надеюсь на то, что моя подсказка, в общем, вывела их на этот дом. На Волговале. Да, в некотором смысле. Поэтому чем дальше, тем больше, вот в этом альбоме-то, тем паче это заметно, а сама по себе вот эта атмосфера и Бронемир тут к месту. Какой-то такой вот, не то, что маргинальной, но в некотором смысле беспробудности. Это случайность или все-таки ты таким вот путем к беспробудности все, и чем дальше, тем глыбже? Не-не, мы вообще хотели другую программу записывать, и просто так вышло. Потому что ты говоришь, чтобы альбом будет позитивным. Да. Мне ребята прислали альбом на прослушку для того, чтобы я мог отобрать песню для премии. Сейчас обращаюсь к людям, сидящим в этой студии. А я же помню, что мне Миша сказал, что альбом будет позитивный, я включаю. Слушаю первую песню, включаю вторую. Там с Бронемиром вот это все мясо. Так, ну, дальше должно быть позитивнее, наверное. Наверное, слушают, мне нравится, цепляют, песни-то классные. На шестой песне я стал понимать, что как-то с позитивом я, видимо, слишком долго буду ждать. Вероятно, не дождусь. Дошел до последней. Но мы же поем, май будет не унывая, это достаточно позитивно. Ну, вот, в этом смысле да, конечно. Я хочу, может быть, в данном случае это будет не в контексте, а может быть, даже где-то, наверное, будет за пределами понимания. И слово используется в этой фразе тоже, которым мы пользуемся. Но, прошу прощения, на воротах одного из концлагерей, освенцем, который назывался, была надпись «Каждому свое». Очень позитивная надпись. Но что творилось за воротами, поверь мне. Так вот, где позитив? Позитив в работе. Ну, то есть, мы обязательно выпустим пластинку. Ну, она, то есть, чтобы сразу как-то обозначить, она не будет прям, там, суперпозитив легкомысленный какой-то. У вас легкомыслие быть не может, по определению. То есть, это будет просто более мягкий какой-то светлый, как-то более лаунж. Более мягкая светлая тьма. Надо сказать, что были комментарии людей, которые говорили, что «Афинаш» уже не тот. Это нормально. С чем сравнивают. То есть, мы три года всего лишь существуем. И уж поверьте, вот на следующем альбоме «Афинаш» будет совсем не тот. И вот тогда, тогда мы ждем этих комментариев. «Афинаш» уже не тот, это нормально. Это любой, мне кажется, музыкант, любой творческий человек это на себе испытывал. Радиостанция это слышит из года в год, а что-то уже не то, совсем не то. На самом деле, да, звучание на новой пластинке. То есть, мы еще не начали записывать, но мы уже знаем, как примерно, что будет звучать. А материал-то есть на следующей пластинке? У нас есть просто, ну, то есть, мы как, мы всегда, как бы на несколько шагов вперед у нас есть материал. И сейчас у нас есть две программы вообще готовые. То есть, единственное, что их как-то надо постепенно, качественно реализовывать. То есть, мы стараемся как-то повышать и уровень записи, там, и все такое прочее. То есть, а тогда материала очень много. И у нас была такая ситуация, мы когда делали закрытую презентацию вот этой работы. На какую публику, извини? Ну, у нас был такой закрытый концерт в Петербурге. Мы играли вот чисто, чисто альбом вот этот. Но это была очень как камерный такой концерт. Сколько я не помню человек, 50 человек зрителей. Ну, то есть, билеты покупали заранее. И там была тоже такая ситуация, что... Выжили все? Вот, в том и дело, там, одна из слушательниц сказала, что... А я думала, будет позитивная песня. Ну, то есть... Ты обещал просто. Да. Ну, да. Это еще многих смутил сингл «Сидней». Все услышали «Сидней» и подумали, что будет, в общем-то, что-то в таком духе. А мы сами думали, что будет в таком ключе. Ну, не пошло. То есть, думали, что будет петь «Сидней бронемир». Не, братцы, это я когда сказал о том, что мало позитива, я же не имел в виду, что это плохо. Песня роскошная совершенно. Но я-то искал чуть-чуть другого. Бог с ним. Вот как получилось, так и получилось. Знаешь, как мужчина с женщиной... Ну, давай так, будем праведниками. После свадьбы, естественно, занимаются попыткой... Ну, и попытка такая завести ребенка. Кто будет мальчик делать? Какая разница, ребенок? Так вот и здесь. Ну, как получилось, так и получилось. Хорошо получилось. Красивый ребенок получился, правда? Это Киви пишет, что открыла... Удивительность вообще. Открыла для себя Афинаш сегодня ночью. Понятно, да? Просто включила плейлист, а в него был включен премьерный альбом в одном, видимо, известном паблике. И тут зацепила. Посмотрела на название и приятно обрадовалась. Ибо сегодня столь классные ребята выступают в живых. Отдельная благодарность ребятам-музыкантам за композицию. Весело, мечта и безымянная. Спасибо. В общем, написано безымянная. Безымянная? Ну, у нее написано безымянная. Вот поэтому я так засомневался, как она у вас-то называется. Безымянная. Каким настроением. И план такой есть. Ну, а план надолго отложен. Мы не знаем. У нас... Всё, всё, всё. Извини, извини. Я забыл, да. Я забыл. Как выйдет, так и выйдет. Глупый вопрос. Когда? Будет и будет. Самое главное, чтобы просто не забыли прислать сюда на свое Давайте дальше петь, что это будет Эта песня, она уже фигурировала на одном из мини-альбомов Называется «Ваня», но в силу того, что вот эта вот новая работа Это как одна единая история Ну, то есть вот единая история одного человека Главного героя так и зовут, Ваня Поэтому этот герой перекочевал, собственно, в этот альбом уже в другой интерпретации, в новой аранжировке Как всегда живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Финаш, русские песни, послесловие Так называется их новый альбом Не путайся, поехали Ваня, холодно, но здорово и смешно Валят хлопья на ресницы воротник Снег скрипит и так приятно идти пешком Мальчик Ваня целевисто плачет и смеется на взгляд Кажется впереди Кажется впереди Время остановилось Время остановилось Ванечка, уходи Ванечка, уходи Ты вырос 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 Ваня гладит в окушке елок возле села Смотрит на домики сверху вниз и кажется удивлен Где мама и младший брат, где девушка, что жила В соседнем доме Девушка, в которую был влюблен Кажется впереди Кажется впереди Кажется впереди Время остановилось Время остановилось Ванечка, уходи Ванечка, уходи Ты вырос 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 Ванечка, уходи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что во что перетекает Вот, например, Алия Нурулина пишет вот что Алия, наверное, так ставите ударение правильно Афинаш пишет она Это позитив в чистом виде И ребята заулыбались Да, это катарсис Через душераздирающий, выворачивающий мрак Эти песни лечат, приводят к свету Огромное спасибо за творчество Жаль, что не смогла побывать на питерской презентации Зато была в конце декабря в Москве В Шоколадке Это было невероятно круто Как путь на концерт был потрясающий Чего-чего-чего-чего-чего Сейчас расскажете Но еще более потрясающим был концерт Если есть возможность обязательно сходить вживую Это невероятно круто, просто Этот альбом, судя по всему, еще более пронзительный Чем предыдущие Ребята постоянно растут так держать Ну, я в продолжении этой мысли скажу Что действительно хирург тоже режет человека Делая ему в некотором смысле больно Тем паче, если без наркоза Но в конце концов человеку легче Поэтому Афинаш в данном случае Как хирургический инструмент Да Кстати говоря, завтрашний концерт у нас будет Совсем недалеко от этого клуба Куда с трудом было попасть Но, ребят, вы не волнуйтесь Там уже все гораздо проще На этом же Измайловском шоссе Но немножко другой дом Поэтому там все хорошо Ну, секундочку Расскажите о том пути Там ремонт Ну, то я понимаю, что там все было очень непросто Там была промзона Это на территории Измайловского Кремля Мы сами же тоже преодолевали этот путь Мы просто в темноте Притом нам еще открывали ворота Нам еще повезло Мы шли через пути То есть это вот как мы через лес шли В русских песнях Это было примерно то же самое Просто через такие дебри пробирались А люди еще там Какими-то другими путями Им никто ворота не открывал И они все И потом невозможно туда было вызвать такси Все таксисты встали там Непонятно где Таксисты думают, что там испытывают Атомное оружие В этот раз все хорошо будет, да Ну, я уверен, что сейчас-то все там уже чистенько Гладенько Тут тоже очень любопытно Это, Андрея, такой, ну, скажем, мысль Причем очень такая слогановая мысль Прочти Фактически Афинаш это та книга Которую боишься дочитать Каково? Очень круто Спасибо По-моему, да Ну, мы еще попишем Пишите, конечно Тем паче Чтобы дочитать было невозможно Полисбокс пишет вот что Спасибо ребятам огромное за все песни Эму за его проекты Вы здорово изменили мою жизнь Несмотря на то, что Открыл я вас для себя очень недавно Появились цели Стремления Интересные мысли В ходе прослушивания Жду, не дождусь завтра Раз в шрифт зашла о футболках Сколько они будут стоить Чтобы знать, сколько брать денег Ну? Нет Мерч в широком понимании Футболок завтра не будет Мы к этому альбому решили Футболки не выпускать Чтобы не чистить С такой штукой Вот Так будут же футболки другие Если речь о футболках Которые в БЦ То они стоят 700 рублей Все Ну вот ответ, да Ну вы сказали про футболки Теперь люди интересуются Сколько будут стоить Сколько брать денег с собой 4647 Это короткий номер для СМС Тут, кстати, тоже есть Что прочитать Планируете ли вы В обозримом будущем Большой тур Большой тур по России Такой вопрос пришел К вам Не знаю, без подписи Ну Планируете ли вы Смотря что Подразумевается Под словом Большой Тур планируем Ну Тур хотя бы Как-то на броске То есть куда? Даже уже есть Спиной или лицом Максимально там В шоколадной фабрике Недалеко от метро Уже можно дойти Почти не спотыкаясь Пишет Сергей Малявин Так что сейчас Уже можно не переживать Ужская позиция А Иван Петров Из Краснодара Вот он пишет 2 апреля Краснодар Пишет он Все Уже люди как-то Берут информацию Откуда-то Где? Кто проговорился? Это шутка Не очень понимаю Значит Спасибо Свое радио Финанс воплощение Русского фольклора Пересмотренного Переосмысленного И живого Интересно Откуда такой Интерес К этой тематике Какие планы У группы На будущее То есть Будет ли новый материал Радикально отличаться От последних Двух альбомов Даша Андрюхина Спрашивает Материал будет Отличаться Про Касаемо того Что нас Стали так Этот Как сказать Причислять к фолк Коллективу Неожиданно Меня лично Это не обижает Ну то есть Меня вообще В принципе Клише никакие Особо не обижают Я просто думаю По другому И мы Себя не причисляем К этому К этому жанру Но То что получилось Вот Такая Работа большая Которая В которой есть Так скажем Вот эти элементы Русского фольклора И Откуда такой интерес Ну тут скорее Интересно Не к фольклору А К К К России К русскому К всему То есть Мы видим Эти альбомы Достаточно Симфоничными То есть По своему звучанию Они оркестровые Они Многогранные Многослойные А почему русские Во-первых Ну Я думаю А по большей части Это из-за баяна Баян здесь Очень развитый На этих альбомах Развернулся Как только мог И мы Совсем не мешали Ну и плюс Не знаю Наверное Что-то Внутри Ну я тебе хочу Открыть маленький секрет Только ты не обижайся Пожалуйста Баян Либо аккордеон Они звучат Довольно похоже И во французской музыке Тоже он звучит В постоянном режиме Так что можно Наверное Отнести тогда вас И к французскому Шансону У нас Как ложится на карту Да Мы Даже в прошлую встречу По-моему Затрагивали уже Говорили О том что Мы Не стараемся Следовать Каким-то прям Тенденциям Или трендам То есть Захотелось сделать Такую программу Она вышла Неожиданно большой То есть Изначально Там допустим Вот даже Если говорить О послесловии Послесловие Состоялось Трех песен Но просто В процессе Разрослось Выросло До размеров Альбома То есть Все эти песни Не очень То есть Вы в принципе Готовили сингл По сути мы Эпи Как бы хотели записать Да И вот Послесловие Такой короткий хвостик А вышла прям глыба Клево Что вышло Сегодня есть что Поиграть На самом деле Что такое Трех песен Что дальше будет А следующая песня Называется Безымянная Как всегда Живой звук В программе Живые А финаж Здесь сегодня Поехали Поехали То ли сон у тебя То ли ясь Нарисована Или же я Наверное я Этот пор Трубками крив Небо Околу Закати Засыпает И мир Засыпает Тишлою Звеня Опоздаешь Ничего Такого Буду ждать Всегда На прежнем Буду ждать Тебя Долго Железно Приходить Сюда Снова И снова Помнишь Путь Переходишь Мост И Дальше Трубка Знаком Вопроса Трубка Узкая Речка Пьяная Зелестая Безымянная Безымянная Ты придешь Я вдали Промелькну И сама Не пойму Почему Не приближусь И не обниму Ты прости Не обессудь Приходи Же Еще Как Небудь Может Стану Теплее Может Стану Смелей Назову Свое Имя Тебе Опоздаешь Ничего Такого Буду Ждать Тебя На прежнем Вместе Буду Ждать Тебя Долго Железно Приходить Сюда Снова И Снова Ты Лишь Путь Переходишь Мост Ею Дальше Трубка Знаком Вопроса Трубка Узкая Речка Пьяная Зелестая Безымянная 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда слушаешь всю работу, всю пластинку целиком Такая сеточка возникает А в этой сеточке не крестики-нолики Нет, в этой сеточке определенные участки Вот я сейчас примерно Для тех, кто может быть интересовался когда-нибудь Как отбираются песни Например, для ротации И в этой сеточке при втором прослушивании Потому что сразу можно не понять Хотя та песня, которая должна прозвучать И будет звучать в примерах Была тыкнута мною сразу Вот я ее услышал, сказал да Но потом появились еще одни походу Думаю, так, а вот лучше ли это? Начинаешь переслушивать уже Сейчас я методику рассказываю Начинаешь переслушивать уже более внимательно Те 2-3-4, которые понравились больше Отсекать Так, из 4-3 Две Ну, скорее всего, вот это Потом думаешь, нет Ну-ка, надо еще разочек Чтобы уж точно убедиться Насколько Так что для того, чтобы отобрать Из альбома одну песню В премьеру Я сейчас сообщаю музыкантам Которые шлют мне свои письма С просьбами послушать их музыку Так вот, для того, чтобы отобрать Песню в премьеры От известной группы Известной для аудитории радиостанции И ротируемой группы Уходит минимум полтора часа времени Да? А если уж говорить о новых группах Ну, понимаете Так что не обижайтесь Если я кому-то не отвечаю сразу Вот в эту песню я ткнул сразу Вот моя сеточка Вот эти вот борозды Сразу сказала вот сюда Потом уже я на всякий случай Контрольные выстрелы делал для себя И понял, нет-нет Все-таки вот именно это Заканчивать надо этот час уже Мы сейчас должны уйти на паузу После чего вернемся в студию Еще на один час Программа «Живые» Но признаюсь Песня, которая будет в премьерах В ближайшем пуле премьера Это буквально через недельку с небольшим Она уже прозвучала Ну, так, чтобы вы гадали По меньшему количеству По меньшему объему Вот давайте попытайтесь угадать тогда Какая из этих песен Прозвучавших сегодня уже От группы «Афинаж» Пойдет в премьеру Нам просто будет любопытно Насколько, вот мне любопытно Насколько мои ощущения Коррелируются, соответствуют Ощущениям аудитории Мы пока ненадолго Уходим из эфира После чего с огромной радостью Вернемся в эту студию И продолжим наши беседы И пение с группой «Афинаж» Давайте двигаемся дальше Напомню, «Афинаж» здесь сегодня И презентация их новой работы Альбома «Русские песни» Послесловие Понятное дело, что интрига Была подвешена На предмет песни Которая готовится выйти в премьерах В эфире своего радио И люди гадают Предполагают одну, другую, третью Я вот сейчас задумался Надо ли признаваться Или уж интригу дотащить До самого конца Сказал же уже, что эта песня Прозвучала уже Так что выбор не так Чтобы сильно велик В любом случае Люди будут ждать И гадать Спрашиваю музыкантов Прежде чем вы споете Признаться, какая песня? Нет Нет Два нет Ну? Конечно нет Три нет Все Большинство сказало нет Значит, имейте в виду В ближайших премьерах Начнет звучание в эфире Одна из песен С этого альбома Эта песня сегодня уже Прозвучала И я уверен Нет, не уверен Но я надеюсь на то Что вы с моим выбором Так или иначе согласитесь Надо петь Я вот не помню Как мы договаривались Мы подряд сыграем эти песни Подряд нельзя Нельзя, да? Нет, мы все Я не знаю Как вы договаривались Ну, как будет называться Та песня, которая будет звучать? Песня называется Нет имени Как всегда Живой звук В программе Межвые Поехали Сон наяву Сон наяву Как тебя зовут? Я тебя люблю Сон наяву Как тебя зовут? Как тебя зовут? Сон наяву Сон наяву, как тебя зовут, я тебя люблю Солнце горит, небо лазурит Видеть не могу, ты только имя назови Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени Сон наяву Я тебя люблю, забудь, говорит, мимо проходи Зла не держи, да добрым словом помени Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени Нет, говорит, нет, говорит, нет, говорит имени Сон Моеву еще не зову, где же ты и кто, ты мне намекни, о чем я грущу, чего я ищу, нету тобой имени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok И спокойно не нервничают, собственно говоря Ну вот так относятся к тебе люди Вот Эльдар Кукуруза Так зовут человек, пишет вот что Эта открытость и непринужденность Афинаш создает такую тепленькую домашнюю атмосферу лично у меня Где-то в глубине какой-то из камер сердца Первое впечатление о творчестве этих ребят заставило гонять кровь по венам и артериям с бешеной скоростью Периодически закипая на какой-то из фраз, действительно затрагивавшей самые сокровенные нотки души Наверное, действительно мое Я бы сравнил Афинаш или с пирогом Секундочку, Эльдар пишет, но она бы сравнила Вообще Эльдар это женское имя, имейте в виду, я до сих пор этого не знал Так вот, я бы сравнил Афинаш или с пирогом, или с морем Пирог, потому что похоже на что-то сладкое и сочное, которое хочется все есть и есть Не заботясь о дозах Море, потому что кажется, что нет конца этому наслаждению, окутывающему уши пленящей, соблазнительной пеленой Которая так и хочет насыпать горстку соли на открытые раны Но боль-то эта почему-то приятная То есть это пирог размером с море Ну, в общем, примерно так оценивают музыку Кто еще тут гений метафор? Кто? Я читаю, сам удивляюсь, как у людей, в общем, такие фразы-то в голове рождаются, настолько удивительные Поначалу сложно было воспринимать песню, да и Афинаш в целом с женскими голосами А потом пришло понимание, что фиты прекрасно вписались в музыку Надо сказать, что на альбоме-то там не только эти четыре инструмента звучат правильно Давай расскажи об этом тоже Там много очень инструментов, там и бэки есть и так далее Вообще на альбоме звучит три женских голоса Песню безымянно исполняет целиком Ника Гаврилова Это вокалистка группы Карелия Она прекрасна Да, согласна с этим Также мы пригласили на этот альбом, ну вот, по крайней мере, мою и Сережину Одну из вот самых любимых певиц современных, современников наших Это Маша Шеридан, передаем ей привет, Маша живет в находке Ее голос звучит в песне «Речка» И также нам в записи альбома всячески помогала Оля Глазова Гусляр и девушка, обладающая прекрасными просто вокальными данными Ее голос можно слышать в коде нет имени Ну а гусли звучат и в нет имени, и в речке Вот, то есть у нас там три грации Да, потрясающе Потрясающе Ну, надо обязательно отметить Это тоже важный момент сегодняшнего, ну, в общем, ежедневного эфира Человека, который помогает сегодня Афинажу звучать так красиво, эффектно Как они звучат в живом исполнении Звукорежиссер программы «Живые» Сергей Горев Ваши овации, аплодисменты и нашу благодарность Ну а мы, в свою очередь, тогда хотим тоже поблагодарить Нашего звукорежиссера Вову Лишенко Мы его очень любим Благодаря ему альбом звучит так, как он звучит И русские песни, и послесловие тоже это его труд Виталий Азубарев пишет Ведущий, пожалуйста, озвучьте вопрос Когда планируете уже записать песню Саши Пальмы? Ну? Саша, это вопрос Песню Пальмы когда уже планируете записать, наконец-то? Ну, я не знаю, ну, как-нибудь у нас много работы Спасибо большое, спасибо Спасибо, Виталий, вы все сами слышали Я знал, что вопрос бессмысленен Но, тем не менее, был задан Я его и озвучил Давайте дальше петь, что это будет? Следующая песня называется «Речка» Как всегда, живой звук в программе живый А финаж здесь сегодня Погнали Будь здоров Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы словечко нигде, никому и нигде Речка, речка В водах твоих уж не виден почти Пусть он молчит, пусть забудет навечно Все, о чем совесть моя, не молчи Ах, 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 ах Речка, речка Дай его телу ко дну прирасти Пусть только Богом все будет замечено Но, говорят, Бог простит Речка, речка Выпью тебя напоследок чуть-чуть Страшную тайну мою скоротечно Спрячь как-нибудь и забудь Ах, 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 ах Ах, 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 ах Ах, 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 ах Ну, как всегда Все нестандартно Сейчас Саня Евдокимов просто ввел меня в легкий ступор Я вижу, что он дергает свою ерундовину Как называется правильно вот эта штука, которая у тромбона туда-сюда ерзает Кулиса Извини, да, кулиса Стоит активно, так дергает кулису Думаю, наверное, что играет Я по врачу к Сереге говорю А что-то я не слышу Серега мне показывает Ну, так чуть-чуть, говорит, играет Так чуть-чуть играет И в какой-то момент вдруг бах И зазвучало все Зачем ты так обманываешь зрителей? Они же ведь думают, что ты играешь А звукорежиссер провалил твой тромбон Ну, и наворотил там в предыдущем Нет-нет, правда Это шутка, не обращай внимания Все очень красиво Владимир Сержо пишет вот, что Привет свои в предыдущем выпуске живых Как люди все помнят Понимаете, у аудитории память лучше, чем у всех у нас вместе взятых Так вот, Михаил говорил, что основным автором для него является Тумас Транстреммер А лично мне в творчестве группа Особенно в манере подачи текстов Михаилом слышны нотки экзистенциализма Произведения Киркегора, Сартра, Достоевского Вопрос Михаилу Симпатизирует ли он этому направлению И разделяет ли он душевные посылы этих авторов и всего направления? Ну, то есть, по сути дела, как ты относишься к экзистенциализму? Ну, я могу сказать только то, что мне больше, чем Достоевский, нравится Гоголь Спасибо большое, в общем, в принципе, ответ дан И дальше Владимир Стержок по скриптуме спрашивает Будут ли сегодня композиции «Я» Ну, или будет ли сегодня композиция из «Миллион терзаний»? Нет Понятное дело, сегодня, что в самом начале сказано было Сегодня альбом, называется альбом «Русские песни» После словия Его презентация в эфире А ребята из Афинаши, люди принципиальные Сказал «Да», да Сказал «Нет» Нет, никаких кошечек вам тут, понимаешь Какие терзания Все, альбом презентуется Давайте дальше, потому что мы немножко в первом часе Подзатянули разговоры Хотя с вами всегда непопытно поболтать, конечно Что будет дальше? Следующая песня называется «Мечта» Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня Афинаши Погнали! «Мечта» 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 «Бегая вдалеке» «Не оставляй меня» «Оставь свои следы» «Чтоб мог по ним идти» «Окликни, если я остановлюсь в пути» «Мечта» 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 И что в холодной темноте На языке огня За мной поговорим За мной поговорим Все знаешь про меня Знаешь, что внутри Мелькая в темноте Не оставляй меня Мечта Мелькая в темноте Не оставляй меня Мечта Покликни, если я Остановлюсь в пути Поставь свои следы Чтоб мог по ним идти Мелькая в темноте Не оставляй меня Мечта Мелькая в темноте Не оставляй меня Мечта Ну, не самый лучший Журналистский ход Идти от текста песни Или идти от ее названия В придумывании вопросов Но все-таки я Пущусь на эту, может быть, Не очень популярную меру Скажи мне, пожалуйста, Миша Вот что такое мечта В таком случае Очень душераздирающая песня Пишет народ Я с этим Вот кто-то пишет Даже самая душераздирающая песня Мечта Пишет, например, Дмитрий Шелихов Тут от подачи много зависит, конечно Песня неродившего С ребенка Так это вообще убийственная На самом деле Еще более душераздирающая Но, тем не менее Что такое мечта? Ну, в данном случае В случае с этой песней Ну, то есть, это, наверное, Как стимул Для того, чтобы Не останавливаться Продолжать Чего-то хотеть К чему-то стремиться То есть, когда человек Перестает Всего хотеть Как бы Добиваться всего, наверное Того, что он хотел Смысл Теряется И можно жить В полном комфорте Там, в шестикомнатной квартире Но при этом Быть нечаянно Твоя мечта Я понял Нет, я к тому, что Допустим, ты достиг мечты Дальше что? Новая? Ну, я думаю, да То есть, мечты должны у человека Обновляться То есть, шестикомнатная квартира Семя комнатная Наверное Две кухни, восемь туалетов Да-да-да Нет, ну понятно, что Если ты мечтать Так о большом Чего, собственно, о маленьком-то мечте? Ну, тут, да Тут, скорее, песня о том Что стоит находить Какую-то цель Миссию И идти за ней Идти до конца Не сдаваться Круто Ну, я, на самом деле, просто хотел Вывести в некоторую Несколько другую сторону Ну, бог с ним Я тогда сам Отвечу на собственный вопрос Просто, если есть мечта И ты ее достиг Это как бы мечта Не цель Потому что Цель – это то, чего ты достигаешь А мечта – это, чего достичь Невозможно Как мне кажется Мир во всем мире Ну, это же мечта Глупость собачья Ну, это же невозможно Но очень греет эта мысль Что такое вообще-то, наверное, когда-то возможно А цель – написать новый альбом Так вот, если мы говорим о мечте То мечта должна быть светлая Как мне кажется У тебя светлые мечты? Ну, кроме восьмикомнатной квартиры Видишь, я уже сразу статус повысил Из шести в восемь Сразу, чтобы перескочить Один пунктик мечты Ну, уж точно не уничтожение там Вселенной, да Дайте, что, бог здоровья Прежде чем пойдет следующая песня Прежде чем вы ее начнете играть Я вдруг вспомнил одну историю Не помню, кстати С кем я об этом говорил Кому из музыкантов показывал ваше творчество Не помню Ну, кому-то из маститых музыкантов Кто был здесь в студии Вот мы говорили там о разных группах О интересных молодых коллективах Я упомянул вас Человек говорит Ну, покажи Я с дуру кликнул сразу На песню неродившегося ребенка Человек послушал Сказал, не, ну, конечно Это душераздирающее Но как-то уже больно прямой линии Ну, и тогда я стал перечислять по ходу А, а вот это интересно То есть там метафоры, метафоры, метафоры Так вот Опять же, сейчас песня о мечте Она как бы немножко промеленейнее Чем остальные песни Это тоже дело в случае? Или ты так чередуешь периодически? Метафоричность и конкретику? Сознательно совершенно Песня мечта Какое-то время была вообще моя самая любимая И мне кажется, что Написать заумно и замысловато проще Чем написать доступно, понятно И так, чтобы было близко То есть чаще всего ты отдыхаешь на песнях тогда? Ну, нет Ну, потому что заумно достаточно много Ну, в хорошем смысле заумно Да я не считаю, что у нас какие-то сложные Песни Да как ты можешь так считать? Я бы хотел одну вещь сказать По поводу мечты Там, когда мы выпустили ее с синглом Появились, да, всякие комментарии Типа Песня, да, прямолинейная Чуть ли не тупая Вот Кто такое сказал бы? Такая, типа, примитивная Люди Да, люди, ценители Вот, на самом деле Ну, иногда складывается такое впечатление Что, ну, люди в нашем мире Они несколько разучились воспринимать простое То есть им нужно наворотить Чтоб они О, типа, это что-то интересное Они как бы Им нужна внешняя сложность, да, скажем Или там словесная сложность Для того, чтобы задуматься А если что-то простое Они как бы так Ну, не обращают своего внимания Это люди Это люди, измученные русским роком Давайте мы их Да, да, да Пусть они живут своей жизнью Все-таки аудитория своего рода Несколько иная Что дальше будет? Какая песня? Следующая песня Это Можно сказать Кавер на самих себя Вообще Это Песня называется Ники Она Принадлежала Группе Хекулт Фингерс Это проект Сережи Ну, мы вот ее Исполняем теперь В новых, как бы В новой интерпретации В офинаже уже Под каким названием? Под тем Ничего не изменилось в названии Как всегда Живой звук В программе Живой Здесь сегодня Офинаж Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Весер накатывает отрезвляющими порывами Порывами Весер накатывает отрезвляющими 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 порывами Субтитры создавал DimaTorzok Евгений, я сказал, Вознесенский, он Андрей Вознесенский, это Евгений Птушенко, конечно же, ляпнул, а потом задумался, что это такое, какую глупость сказал, господи, прости, признаюсь, бывает. 4647 это короткий номер для смс-ок ваших, сначала напишите свои про Бельчика, а затем уже все, что хотели бы адресовать коллективу, опять же, это могут быть и вопросы, это могут быть и эмоции, впечатления, может быть, воспоминания. Давайте напомним еще раз, это важно, о концерте, который будет завтра. Кто это сделает, я так понимаю, Сергей? Нет, Миша, ну давай, рассказывай тогда сам. Завтра в Москве в клубе Rock House мы презентуем программу «Русские песни послесловия» и еще массу других песен. Да, будет очень большая программа, и мы надеемся, что людей будет так же много. Как сегодня. Как сегодня. Ну, имею в виду все масштабы аудитории радио. Я хочу сейчас сказать, что билеты там в некоторых магазинах уже подошли к концу, по-моему, в интернете там тоже что-то близится уже к финалу, но на входе вы всегда можете приобрести билеты, попасть на концерт, если вдруг в предпродаже вам не хватило, клуб большой, место должно хватить всем. Так, не зарекайся, клуб-то большой, но я тебе уверяю, может статься, что завтра вы, когда выйдете на сцену, поймете, что в клубе яблоку негде упасть. Но в любом случае, людям надо бы действительно сейчас подсказать, что еще пока возможность на завтрашний концерт прийти есть. Она будет и завтра, не пугайте людей. Не зарекайся. Ну, я к тому, что завтра, может быть, уже к вечеру будет и поздно, надо все-таки днем бежать покупать билеты, заранее нужно это делать. Потому что, помнится, мне прошлый ваш приезд сюда был знаменован пост выступления здесь, концертом, когда забронировали вы себе клубик, вроде бы, как считаю, вполне прилично, а сотня человек на улице осталась, потому что войти не смогла. Настолько там все битком было забито. Ну, мы справились, вот приезжали в шоколадную фабрику. Теперь места побольше. Да, куда нас пригласили любезно тоже поиграть. И нам очень понравился клуб, кстати говоря, большое спасибо. И клуб очень большой, вместительный, всем хватило места, все были довольны. Ну, мы больше всех были довольны. Ну, естественно, очень хотелось бы надеяться, что и завтра тоже клуб будет битком, как говорят, sold out. Ну, на афинаш, мне кажется, нельзя не ходить, потому что энергетика, которую они передают залу и передают аудитории, она воспринимается, как мне кажется, лучше. Вот мы-то здесь принимаем все живьем. Слушатели через свои радиоточки. Но живьем все же гораздо горячее получается. Правда. Давайте дальше. Что это будет? Следующая песня, мы ее уже, мне кажется, традиционно посвящаем Москве. Мы очень любим приезжать в Москву, любим этот город. И каждый раз приезжаем и предлагаем в Москве дружить. Вот песня называется «Давай, дружи». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Афинаш. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуй, прости, не курю Прохожий, но не проходимец Взгляд измучен, счастье, что с тобой говорю На остановке холодно и скучно Твои дела не мои От этого сразу проще Тебе в отрадное Мне до мариной рощи Твои дела не мои От этого сразу проще Тебе в отрадное Мне до мариной рощи Твоя жизнь совсем не моя За полчаса все рассказал Давай дружить, как зовут-то тебя Давай дружить, как зовут-то тебя Куда ты исчез, куда ты пропал Куда ты исчез, куда ты пропал Дружить твой Дружить твой Суд Твой Дружить твой Нормально Куда ты Дружить твой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Симон